Российская делегация Азербайджан-Российского экспертного совета побывала сегодня в городе Агдам в первую годовщину его освобождения от оккупации. Эксперты своими глазами увидели последствия армянского вандализма. Я думаю, что у любого нормального человека это может и должно вызвать шок. Непонимание, почему памятники культуры должны становиться заложниками амбиций людей, политиков. Почему культура, которая принадлежит всему человечеству, которая должна объединять людей, почему она становится объектом уничтожения. Камни не могут говорить. Камни молчат. Но камни могут рассказать многое тем людям, которые сюда доберутся. Российские эксперты ознакомились также с проводимыми работами по строительству и созиданию, осуществляемыми в рамках генерального плана города Агдам. Гостей подробно проинформировали о реализуемых проектах в восстанавливаемом городе. Я военный журналист, я в своей жизни видел немало, я бы сказал, различных разрушенных городов, объектов. Но здесь видно тактика выжженной земли. Что те люди, которые, если их можно назвать людьми, которые сюда пришли, они не то что людей не жалели, они решили уничтожить природу. Это действительно экоцит. Решили уничтожить город как таковой. Воевали с камнями, воевали с могилами, с кладбищами. То есть это называется тактика тотального уничтожения и стирания памяти азербайджанского народа. То, что я вижу, это какая-то нацистская тактика. Можно сказать, что прав был президент Алиев, который, насколько я понимаю, хочет подать международные суды по поводу преступления против человечности, которые совершили те нелюди, которые здесь побывали, так сказать, и все уничтожили. Мало того, видно, что люди ненавидят эту землю, потому что ненавидели они эту землю, так как, наверное, сами жить здесь не хотели.